письменной туры. Самая длинная неубдильная глава, но пугаться не стоит, потому что там на самом деле 12 колен делают подарки Мешкану, и они все как копипейст. Мы к этому сейчас подойдем. Сначала мы начнем с самого начала. Здесь считаются последние два семьи левитов. То есть я говорил, что я могу сказать, вознеси голову сынов Гершона, так же их, от дома отцов их по семьями. Чуть-чуть дальше, сыны мерари. По семьями их, по дому отцов их посчитай. Значит, и мы делаем шаг назад и смотрим, как семью Киата считали, который не истребит колено семей Киат из среды левитов. Как они говорил? Вознеси голову сынов Киата из среды сынов голову сынов, а третий просто посчитай их. Это три семьи левитов. Причем, если мы еще раз сделаем еще полшага назад, были эти сыновья леви по именам их. Гершон и Киат и мерари. Значит, что у нас получается? У нас старший сын Гершон. Киат второй сын, и мерари младший. А у нас здесь считается Киат самый главный, вознеси голову. Потом идет Гершон. Вознеси голову сынов Гершонов, также их. И самым последним, у нас идет младший мерари, посчитай. Вот это вот загадочная такая немножко иерархия среди левитов. Ну, у меня нет такого однозначного ответа, почему это сделано. Я могу только заметить, что сыны Киата несли руками самые ценные части Мешкана. То есть именно они переносили... Может, у них тоже там первенцы были, Владимир? Ну, как первенцы. Нет, Киат же не первенец. У них уже не считалось, да. Гершон у нас первенец. Значит, они несли самые ценные части Мешкана, те, которые связаны с кодушкой Даши. Именно они несли, как мы увидим чуть дальше, они несли их руками. Сыны Гершона несли вторые по значимости, и Мерары несли все остальное. То есть у них и была их работа немножко, как бы, с градацией. От самого святого до самого обыденного. Ну, насколько обыденное может быть в Мешкане. Но он весь, конечно, выделен. Ну, факт о том, что, допустим, сына Гершона понесут покрывало Мешкана, и шатер встречи. Покрытие его, покрытие Тахаша, и занавес схода шатра встречи, и завесы двора, и занавес схода двора, которые на Мешкане, и на жертвеннике, и веревки их, и все инструменты работы их, и все, что будет делаться на них. Вот так вот. А, значит, ну, опять у нас встречается, что левиты от 30-летнего до 50-летнего работают. А вот стража ношения сынов мэра Ры. Брусья Мешкана, и запоры его, и столбы его, и подставки его, и столбы двора вокруг, и подставки их, и коля их, и веревки их, для всех инструментов их, и всей работы их, и по именам назначенные инструменты стража ношения их. То есть мы видим от самого выделенного к самому обыденному. Это внутри Мешкана, конечно, и три таких вот семьи, которые от Киата до, ну, уже их все три, давайте все скажем, от Киата, Гершон и Мерари. И каждый имеет определенную работу при передвижении Мешкана. Мы же не забываем, что сейчас еврейский народ готовится выйти в сторону к Наана. Поэтому последние эти приготовления. Ну, значит, подсчеты, подсчеты. Так. Семьи. И дальше начинается следующее. Это первое мы... Это как бы продолжение предыдущей главы о передвижении Мешкана и об ответственности семьи Левитов в этом. И потом у нас начинаются законы, вторая часть этой главы нашей недели, законы о чистоте лагеря. Значит, первое. И прикажись нам, Израиль, и вышлют из лагеря всякого прокаженного, всякого истекающего, всякого нечистого душой. Ну, что такое нечистая душа, мы должны сразу выяснить, потому что это не значит, что у человека какие-то тайные помыслы. Это не преступление, имеется в виду тот, кто осквернился умершим телом. Значит, от мужчины до женщины выжлите, вовне лагеря выжлите их и не сделают нечистыми лагеря свои, среди которых я пребываю. Ну, здесь у нас опять первая загадка, что за лагеря. Если это один идет разговор лагеря сынов Израиля, то он один. У них там в центре стоит мешкан, как мы разбирали. Сейчас я, наверное, опять это включу. Расстановку. Так, одну секундочку. Расстановку включу сынов Израиля. Так, кто у нас здесь? Давайте здесь сделаем. Я сейчас открою наши картинки и расстановка в лагере. Так, хорошо. Надеюсь, что будет видно. А, видно, да? Сейчас. Вот мы возвращаемся. Это Киат, Гершон и Мерары. Вот они стоят по часовой стрелке. Вот. И это расстановка лагеря Израиля. Теперь нам загадка. Выслать из лагеря Израиля всякого прокаженного, всякого истекающего и всякого нечистого душой, от мужчины до женщины. Ну, что такое прокаженный? возвращаемся, это цараат, да? Это особая форма поражения кожи, которая появилась у людей, которые занимались лошонара в лагере Израиля в присутствии истекающего семени, ну, это как половая распущенность. Если первая это проказа, это грех лошонара, вторая это половая расторможенность, и третья это прикосновение к мертвому телу. Теперь осталось у нас разобраться что-то за лагерей, какие лагеря здесь есть. Значит, начнем с первого. Первый лагерь центральный у нас мешкал. Сюда уже однозначно никто не мог войти нечистый, не прокаженный, не истекающий, не оскверненный прикосновение к мертвому телу. Второй лагерь у нас лагерь левитов. И третий лагерь у нас это колено Израиля. Вот у нас три лагеря такие, они как матрешки, один во днем. Если мы сравним с храмом, который мы знаем в основном тот храм, который был при Гордусе, при Ироди Великом, то там был двор язычников, куда мог войти любой, потом были там ворота Никанора женские дворы, потом уже дальше шли, куда могли входить не только чистые, а в ворота Никанора могли входить только евреи, а до этого могли входить все. В общем, получается так, что здесь тоже градация своего рода, значит, от цераат, истекающего семени и осквернившегося прикосновению к мертвому. Получается, если бы брать эти три лагеря, то прокаженный не мог находиться даже в лагере колен, мы помним, что их отправляли за лагерь, и там они в одиночестве должны были сидеть, до тех пор, пока Коэн не скажет, что они уже очистились, и надо будет специально жертву пронести, двух птиц, им нельзя было заходить даже в лагерь. Значит, истекающего тела, я думаю, что нельзя было заходить в лагерь левитов, то есть они уже в ворота Никанора не могли войти, а снаружи они могли находиться. И осквернившийся в ворота Никанора они еще могли войти, осквернившегося мертвым телом он мог войти только в двор язычников, то есть он мог находиться только в лагере колен Израиля. Вот такая забота о чистоте лагеря, и сделали так сыны Израиля, выслали их вовне лагеря, как говорила Шем Маше, так сделали сыны Израиля. Второе, мы переходим к еще одной теме нашей недельной главы, это о законах об изменах жены. Говорится нам Израиля, муж или жена, а нет, извините, первое, грабеж, извините, обман и грабеж. Говорится нам Израиля, муж или жена, здесь три тоже будут. Если сделать из всех провинностей человека, изменить измену Ашем и виновата душа там. Ну, изменить измену Ашем это человек, который не выполнил свое обещание. Это, в общем, как бы, своего рода Хилюль Ашем, когда еврей что-то пообещал и не сделал, к примеру. Или обманул там в торговле, или взял вещи, не возвращает. Ну, короче, мы уже с этим встречались раньше чуть-чуть. И признают провинность свою, которую сделали, и вернет вину свою полностью, пятую часть ее добавят к нему. То есть штраф 20%. То есть надо полностью все вернуть, а еще 20% сверху. А если нету мужа, близкого родственника, чтобы вернуть вину ему, вина возвращается Ашем Коину, кроме брана искупления, которым искупит его. Ну, это же мы уже видели, это вот повинная жертва. Ну, и здесь говорится, что если уже некому возвращаться, ну, к примеру, я обманул какого-нибудь человека, а он умер. Ну, я раскаялся, говорю, что я приношу барана за свои грехи, хочу очиститься перед Ашем. Ну, мне говорят, что хорошо, надо Коину деньги вернуть, так как тебе некому вернуть, верни Коину в этом случае. Но барана нельзя, потому что его все равно жертвопромощение проночит. так, так. И, ну, второе, вот это вот сота. Говорится нам Израиль, скажешь им, муж, муж, это иш, иш, если совратится жена его, изменит ему измены. Ну, тут мы сразу задумываемся, а что случилось. И лежал муж ее, ну, у меня, как торгум это Йона Левина, он наиболее близкий к еврейскому оригиналу, читается как подстрочник, конечно. Он ничего не сделал, чтобы его причесать. И лежал муж ее лежанием семени, скрылась от глаз мужа ее, и таилась, и она осквернилась, а свидетеля нет против нее, и она не схвачена. Так, теперь вопрос, а если она схвачена, есть свидетели, на нее не распространяется, получается? Да, не распространяется. Я сегодня читал Рамбома на этот счет, не распространяется, потому что в этом случае сразу решением суда ее брак расторгнут, и она не имеет права на выплату каких-нибудь денег по брачному контракту. и запрещена и запрещена для своего мужа. И для любовника тоже, кстати. Она выйти замуж не может за другого. А есть какие-то комментарии по поводу того, почему два раза ишь? А есть, есть. Это же здесь имеется в виду, ну, допустим, начнем с того, она запрещена, давай мы откроем туда, я сегодня рылся в этом самом секундочку. Рылся я в Талмуде. Так. Секундочку. Так. По мнению Талмуда и некоторых это толкователя, получается, вот это удвоение ишь-ишь говорит, что она запрещена двум человеком сразу, двум мужчинам, мужу и любовнику. И Талмуд в трактате Сота это подтверждает. Там самые разные утверждения, но вот в этом случае есть одно из толкований, что это имеется в виду, что двум человеком она запрещена. То есть она запрещена своему мужу, бывшему уже в этом случае, и она запрещена своему любовнику до выяснения обстоятельств. Если она виновата, то здесь все без спора, не надо эту процедуру даже проводить. Если она виновата, есть свидетели, там ей говорили, не уединяйся с этим мужчиной, она уединилась и на достаточное время, чтобы оскверниться, то все. Здесь не надо никаких процедур. свидетелей нет против нее, и она не схвачена. То есть муж подозревает, что это было, но доказать он это не может. И найдет на него дух ревности и будет ревновать жену свою, а она осквернилась, или нашел на него дух ревности и ревновал жену свою, а она не осквернилась. То здесь два варианта. Или он ревнует из-за дела, или он просто очень ревнивый, и ему что-то показалось. И два возможных вывода из этой ситуации, выхода. И приведет муж жену свою коин, и принесет жертву ее за нее, десятую часть эйф и муки ячменной. Не вылет на нее масла, не даст на нее ливану, потому что приношение ревности она, приношение памяти, напоминание о вины. Здесь наверное стоит обратить внимание, что мука ячменная, а не пшеничная. Так как это такая вот измена считается достаточно низким делом, то берется мука из зерна, которое в основном ест скот, ячмень. И приблизит ее коин, и поставит ее перед ошем, и возьмет коин воды, выделенной в сосуде глиняном, и земли, которая будет на полу мешкана, возьмет коин и даст в воду. И поставит коин жену перед дашем, сначала пройдем обряд, и растрепит голову жену, даст на ладони ее приношение памяти, приношение ревности, а в руке коина будут воды горькие, наводящие проклятие. Это в том сосуде, что он приготовит. Заклянет ее коин и скажет жене, если не лежал муж тебя, если не совратилась ты осквернениями из-под мужа твоего, очистишься отвод горьких, наводящих проклятие этих. А ты, если совратилась из-под мужа своего, если свернилась и дал муж тебе лежание свое, кроме мужа твоего, и заклянет коин жену заклятием клятвы, и скажет коин жене, даст нашеб тебе на клятву, и заклание среди народа твоего, когда даст нашеб бедро твое опавшим, и живот твой опухшим, и войдут воды, наводящие проклятие эти во внутренности твои, чтобы сделать распухшим живот и опавшим бедро, и скажет жена амен, амен. Вот это вкратце эта процедура, здесь задействован глиняный горшок, вода, которую, судя по описаниям в Талмуде брали из кеора, из умывальника вот этого, который здесь посередине двора, значит, земля, которая с пола мешкана, то есть его брали не из кодышка, дошим, они из чатра встречи, а брали прямо вот здесь вот за этим заборчиком с земли, причем свободно лежащие. Причем сначала добавлялась вода, коин, воды выделенные, да, а туда добавлялась уже земля с пола мешкана. Так, и что дальше? И напишут заклятие эти коин на свиток и сотрет воды горькие. То есть еще надо было на какой-то свиток записать вот эти правила и стереть его в эту воду. И наповед жену водами горькими, наводящими водами горькими. Это была молитва проклятия написана. Да, да. Коин читает молитва проклятия и стирает его хорошо. Если хотите, мы сейчас потом у Рамба посмотрим, что туда писалось на этот свиток. Он обычно очень точно все цитирует. определенное приготовление и напоят водами и будут. Если осквернилась и изменила измену мужу своему, и войдут в ее воду, наводящую проклятие горькими, и опухнет живот ее, и падет бедро ее, и будет жена заклятием среди народа ее. А если не осквернилась жена чиста, она очистится и осеменится семенем. Что это значит? Она родит сына. награда за такую унизительную процедуру. Здесь возникает огромное количество вопросов. Так как это в отличие допустим от пара дома, от красной коровы, это не хок. Здесь нигде не написано, что это хок. Значит вопрос, что мы имеем право задавать, это открытое для нашего понимания. Но самый первый вопрос, который возникает, а что будет, если муж изменял своей жене, а потом он она ему изменила, в этом случае что, будет то же самое? Считается ли это изменой? Вот я полез сегодня и в Талмуд, и в Мишне Тара. Так, у нас здесь получается, значит, в Талмуде, в трактате Сота, на листе 29 А и Б, так, окей, вопрос отдаются на Мишну, но здесь вспоминается одна интересная Барайта. Так, а Барайта такая, Барайта такая, что, секундочку, сейчас я найду это Барайта. Так, может 28 А. Сейчас, секундочку. Так, что-то я потерял. Барайта такая, что имеется в виду, что если муж подождите, подождите, да, значит, здесь ссылается на нашу недельную главу 5.31. Так, очистится муж от вины, а жена-то понесет вину свою. Здесь, значит, ссылаясь на этого, есть Барайта, что если мужчина сам чист от неверности, тогда вода поможет ему определить, изменяла ли ему, была ли ему верная жена. А если он сам не чист от неверности, тогда вода ничего не будет делать в этом случае. Ну, так как это какая-то безымянная Барайта, ну, я спрашивал, а можно ли на нее ссылаться в таком случае, говорят, что, во-первых, это, скорее всего, к закону самому сотей никакого отношения не имеет, это, скорее всего, а года, но, во-вторых, если не возникла спора, то, значит, на нее можно ссылаться. Я тогда пошел к Рамбону, и вот у него книга, которая называется Сота, тоже, вторая глава, двадцатая, или какой, восьмая у него, здесь этот пасук, так, если мужчина сам замешан в запрещенных сношениях, с того момента, когда он совершеннолетний старше, водопроклятие не проверяет неверность его жены, и так далее, и это выведено из носу 531, очистится муж от вины, а жена-то понесет вину свою, это еще раз нам просто показывает, насколько Рамбон точно идет по Талмуду. Это же в том случае, если вот такой изменяющий муж решит проверить свою жену, а если он допустим не сомневается в ее верности, но сам при этом изменяет, то его никак нельзя проверить. А какой нет, к сожалению, к сожалению, вот здесь вот у нас есть определенная дискриминация, что жена не может провести своего мужа перед Коэном, и сказать, что напоите его водой горькой, и пусть этот козел признается, потому что он не изменяет мне за спиной, к сожалению, этого нет. Но здесь есть много объяснений этому, а не мистически, я просто, но не хочу под запись их сейчас повторять, но есть объяснение, что вот этот супружеский грех еврейской жены намного тяжелее, чем супружеский грех мужчины в мистическом смысле, не в обычном повседневном смысле. В обычном повседневном смысле это может быть для жены не менее тяжелым, чем для мужа измена жены. Ну, там есть мистическое объяснение, почему это хуже, там с Мамзерутом связано, со всеми делами, но я просто не хочу это потом, не под запись можем с этим ознакомиться. Сейчас мы пойдем больше на уровне там Пша, там Реймос, Драш, но не пойдем в лестнистические объяснения. Ну, вот это вкратце это у нас вот эти законы о неверной жене из нашей недельной главы. Следом у нас идет, значит, первое у нас было понятно достаточно это нарушение обещаний и всяческие протеснения, где 20% сверху надо было вернуть и 20% заплатить, еще барана принести. Потом у нас о неверной жене, и третье у нас говорил Ашем Маше, сказав, говори сынам Израиля, и скажешь им, муж или жена, если выделить обещание Назира воздерживаться для Ашем, от вина и Шихара воздержится, уксус вина и уксус Шихара не будет пить, и всякую настойку винограда не будет пить, и виноградины свежие, сухие не будет есть. Все дни воздержания своего от всего, что сделается, из лозы вина, от косточек и до кожицы не будет есть. Все дни обещания воздержания своего бритва не пройдет по голове его до исполнения дней, которые воздержатся для Ашем, выделенным будет, отращивать волосы головы своей. Все дни воздержания своего для Ашем на душу мертвую не придет. Отцом своем и матерью своей, братом и своими, сестрой своим не осквернится или по смерти их, потому что, имя по смерти их, потому что венец Элагим его на голове его. Все дни воздержания своего выделены для Ашем. Ну, если вдруг внезапно так случится, если умрет мертвый на него внезапно и осквернит голову воздержания и обреет голову свою в день очищения своего, в день седьмой обреет ее, а в день восьмой принесет двугорлиц или двух сыновей голубицы Коэну сделает коэн одного для Хатат для Ола и скопит его от того, чем провинился на душу и выделит голову в день тот. И потом еще барана он принесет и первые дни ему не засчитывается и опять все начинается его назерут опять. То есть в шаббат она бреет голову, правильно я понимаю? Нет, она наоборот, никто не бреет голову, а в этом случае, в день седьмой, в день очищения, в день седьмой, ты это имеешь ввиду. В день очищения своего, правильно? Это имеется ввиду, он еще должен сначала очиститься, очиститься. То есть есть еще вопросы, я не думаю, что в шаббат можно бреет голову, но так как это происходит в мешкане, то у мешкана же свои правила, правильно? Дома этого сделать нельзя. И здесь очищение здесь по устной натуре это пепел красной коровы. Мы еще до нее не дошли. Это то, чем очищали от прикосновения к смерти. Она тоже сейчас неактуальна, мы еще будем об этом учить. Я думаю, я не совсем уверен, но факт тот, что это происходило в мешкане, мне надо посмотреть будет. Хороший вопрос, кстати. Рад, что ты мне задал, мне надо будет посмотреть насчет этого седьмого дня, потому что я не посмотрел. Хорошо. Факт о том, что есть такое посвящение в Назиры, и каждый может на себя его принять, и каждый должен, кто примет на себя его поддерживаться. Здесь есть куча ограничений, то есть вино и шихар нельзя пить. Шихар это, видимо, типа коньяк или ликер, ну в общем, что-то содержащее виноградное вино или сделанное из винограда. А из винограда даже изюм нельзя кушать, это шкурки винограда и даже косточек. И не брить голову. Кто у нас самый известный из всех Назиров? Шимшон. Шимшон, правильно. И второй у нас известный, это пророк Шмуэль. Мы сейчас к этому вернемся. Значит, у нас где живет Шимшон в Шафтиме, да, он очень необычный у нас Назир, Шимшон. Так, Шимшон у нас. Кто у нас Шимшон? Тоже темна у нее пошла. Монох. Вот. И пришла женщина и сказала мужу ее, чтобы сказать, человек всесильного пришел ко мне, вид его, как вид ангела всесильного, страшен очень. Я не спросил его, откуда он, имя свое он не сказал мне. И сказал мне, вот ты беременный, родишь сына, и теперь не пей вина и пьяняющих напитков, и не ешь всего нечистого для Назира, ибо Назиром всесильного будет юноша от отробы до дня смерти его. Значит, как видим, здесь есть одна маленькая разница, но существенная. Так. И здесь по нашей главе по носу Назиром становится добровольно, да? А здесь элемента добровольности особого нет у Шимшона, потому что он Назир уже от рождения. И второе у него отличие у Шимшона от Назиров все дни воздержания своего для Шим на душу мертвую не пройдет. Мы знаем, что Шимшон мог тысячу убить в хороший день от осленной челюсти. То есть здесь у него он был Назиром кроме этого. Ну, естественно, он был Назиром не просто так, а это был своего рода пророк. Всевышнего, потому что у него было очень такое деликатное задание, потому что мы же помним, что когда евреи идут в Кнаан, им заповедано изгнатели уничтожить семь народов Кнаана, да? А Шимшон с кем воевал? С Плештин. Ну да. А они уже не относятся к всеми народам Кнаана, и с ними уже нельзя было так поступить, как с другими МРИ какими-нибудь. С ними вообще, я так понял, воевать не надо было. С Плештин? А с теми? Их изгонять, изгонять. Да, изгонять, но они же доказывали сопротивление. Ну это потом это, если будет потом, когда закончим курс, мы можем немножко еще из пророков хотя бы и Ашуа пройти. с ними приходилось воевать. Причем один раз они нанесли такое существенное поражение после входа. Ну приходилось, да. Это у нас был шумшон. Ашуа захватились, да? Ну да, они сами виноваты, потому что им можно было сделать выбор. Можно было уйти, можно было этим народом. Можно было принять на себя вот эти вот законы сыновей Ноха и остаться в земле Израиль в подчиненном положении. Или можно было выйти на войну и тогда уже никто ответственный за здоровье не был. Это вы о Плещим говорите? Нет, не о Плещим, о семи народах. Понял. А Плещим нет, Плещим это другие, они не перечислены. Ну да, их вообще можно было, ну если бы они не полезли, их никто бы не трогал, насколько я понимаю. Ну вообще-то нет, потому что они жили в земле Кнаан. Это было никак не получалось. Вроде бы как бы если ты посмотришь, нельзя было именно заключать союз с Кнааном и Эмарином и все. Но Плещим во-первых нагло себя ввели. Ну и там еще такая вещь, если мы вспомним в книге Береши, то Авраам Авину заключил союз с Авимелихом, да? И этот союз еще продолжал немножко действовать. Ну в общем, мы это первый наш был Назир известный. Второй был у нас Шмуэль из книги Шмуэль, естественно, потому что у него его папа было две жены, а две жены у него Элькана, Бен Йорохам, Бен Ильяху, Бен Тоху, Бен Цуф и Фратя, это был папа Шмуэля. У него было две жены. Имя одной Хана, имя второй Пнина. А у Пнины дети были, а у Хана нет. И в свое время в мешкане Хана наконец решилась и помолилась всемышнего и дала она обет и сказала Бог воинств. Если ты посмотришь, увидишь страдания рабы твоей и вспомнишь меня и не забудешь рабу твою и дашь рабе твоей потомство людей, то я отдам его Богу, то есть Сына, на все дни жизни его и бритва не поднимется на голову его. Этого достаточно, здесь опять же, за исключением одной мелочи это сделала Хана, пророчица Хана, а не он сам. Но тем не менее, пророк Шмуэль был Назиром. И всю жизнь он был Назиром и судя по Талмуду, по Мишне Тура, Назир мог стричь один раз в 12 месяцев. Совсем по волосам. Он потом был главным коэном, Шмуэль? Ну, сначала там же был Эли, главный коэн, но потом они там накосячили его дети, сыновья. Потом его сыновья погибли в битве с Плещим, а Эли, когда узнал, упал и умер. И Шмуэль остался один на хозяйстве. Уже выбора не было. Он подходил, потому что он же из Леви колена был. Не ошибаюсь, он же не из Эфраема был. Это Шауль был. Подождите, не Шауль. Шауль был из Бениамина. Из Эфраема был, конечно... Эфраема, да. Он же и царема помазывал обоих первых. Игашуа был из Эфраема. Там легенда была, что еще до выхода из Египта колено Эфраема узнало о том, что земля к нам должна перейти к евреям. И они своим ходом пошли на завоевание и потерпели сокрушительное поражение от Плещев. Это они там просчитались, по-моему, сколько лет должны быть в Рабстве. Да, Игашуа Абинун был один из участников этого похода, одним из немногих вызовших. У него был военный опыт немножко, и поэтому он участвовал во многих операциях. И он очень верный был Машер Абин. Вот допустим, когда был Грек Золотого Тельца, один действованный человек, который вообще даже был ни при чем, это был Игашуа Абинун. Он с ним рядом был, под горой. Он под горой стоял, не знал даже, что происходит в лагере. Значит, поехали мы дальше, про Назиров мы немножко поговорили. А, так, чтобы сказать полностью. Продолжение следует...